и друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля включительно для знака зодиака девы уважаемые девы напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит для всех и для мужчин и для женщин и для тех кто одинокий для тех кто в паре надеюсь что каждый из вас досмотрев это видео до конца найдет для себя важную и полезную информацию но не забывайте о том что расклад общий он всего лишь один для всех одинаково проиграться он не может он не является вашим персональным поэтому раскладу мы смотрим общие характеристики событий этой недели в целом сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания та карта которая останется на дне колоды после выкладки всех карт основного вашего расклада и будет являться ответом на ваш вопрос думая о своем вопросе обязательно установите временной срок для того чтобы вы понимали в какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет вопрос должен быть реальный не из области фантастики также первая карта вашего расклада покажет вас самих в этом периоде ваши планы ваши мысли ваши эмоции также по первой карте я смотрю ваш общий энергетический запас и если мы видим что энергия у вас слабенькая это может говорить о том что могут быть и различного рода недомогания также проблемы со здоровьем кого волнует вопросы здоровья также обращаем внимание на первую карту если она критическая тогда конечно же на свое здоровье нужно обращать повышенное внимание и так друзья колода перетасована надеюсь что свое желание вы уже загадали и мы с вами приступаем ваша первая карта давайте посмотрим общий фонд событий всей этой недели что войдет в вашу жизнь что будет происходить ваших парок для тех кто семейный что вы чувствуете в отношении своего партнера или партнерши и что он или она чувствует в отношении вас по этим картам мы рассмотрим положение дел в паре в общем в этот период рабочая деловая сфера что ждет вас здесь деньги и финансы коммуникации с другими людьми во внешнем мире это любого рода телефонные звонки любого рода переговоры встречи что ждет наших одиноки где в этом периоде для вас я беру три карты по этим картам мы рассмотрим из события этой недели для вас в общем и также вашу личную жизнь чем завершится для вас этот период три карты для наших треугольников и трехугольников у кого в парах неясность и если у вас еще кто-то имеется в наличии как будет развиваться ваши отношения в ближайшее время потом еще возьмем для вас карты совета карта совета для всех что вам нужно делать или что нужно знать также эта карта будет показывать скрытые факторы то что войдет ваше ближайшее будущее вашу жизнь это может быть как положительная так и негативная информация о которой вам нужно знать уже сейчас и карта оставшиеся на дне колоды вы помните является ответом на ваш вопрос да или нет запаситесь терпением также возможно в процессе чтения расклада я буду брать дополнительные карты чтобы что-то рассмотреть более детально начало этой недели для вас выпадает карта рыцаря мечей какая-то большая скорость порывистость нервозность в особенности если говорить о мужчинах девах из-за чего-то вы очень нервничаете из-за чего-то очень переживаете у вас могут быть с кем-то конфликты на ровном месте может быть вы даже сами провоцируете какие-то ссоры если говорить о женщинах рядом с вами может находиться мужчина который сознательно вас вызывает на конфликт на выяснение каких-то отношений этот мужчина может выводить вас из точки равновесия и вам придется отвечать ему чтобы в чем-то отстоять свой интерес также если говорить о женщинах девах где-то вы возможно сами в начале этого периода проявляете мужские черты характера желание разрешить все проблемы одним махом и вы действуете быстро но скорость не всегда хорошо эта карта говорит о том что если вы будете действовать под воздействием эмоций вы можете сделать очень много ошибок поэтому не спешите старайтесь быть более спокойными потому что по этой карте в вашей голове эмоциональные бури многие из вас думают о каких-то дорогах поездках передвижениях которые либо в сложностях либо в трудностях в препятствиях и тоже из-за этого может быть нервозность либо у вас с кем-то может быть даже конфликт из-за каких-то дорог у каждого своя жизненная ситуация вы для себя берете только то что подходит вам если говорить о вашем общем энергетическом запасе энергия у вас очень слабенько по этой карте ваша энергия уходит постоянно на какие-то переживания излишние эмоции это то что вас истощает если смотрит меня женщины вы можете нервничать из-за мужчины и если смотрит меня мужчины вы и сами нервничайте но здесь еще кто-то может вас также сознательно провоцировать на конфликт конечно в вашей голове происходит мозговой штурм вы все время думаете о том как что-то ускорить как что-то улучшить но эта карта в негативе может говорить о неосмотрительных поступках и излишней поспешности также эта карта может говорить о каких-то известиях от мужчины которые вас огорчают настроение довольно таки у вас я бы сказала не очень по этой карте да вы уверены в себе но эта карта граничит самоуверенностью и конечно эта карта для кого-то может говорить о проблемах со здоровьем о том что они существуют у кого-то эта карта может указывать на опорно-двигательный аппарат голова сердечко все это у вас подвержена из-за постоянных стрессов давайте посмотрим общий фон событий всей этой неделе что будет происходить в вашей жизни семерочка пентаклей эта карта денег карта материально и это хорошо несмотря на то что деньги небольшие все-таки они у вас будут даже если вы не работаете возможно это какой-то рабочий в старый проект то благодаря чему сейчас вы можете получить деньги многие то что касается работы бизнеса в чем-то вы начинаете разочаровываться что-то вам своей жизни хочется менять вы хотите выйти на какой-то новый уровень поначалу каким-то делом вы были озарены какой-то идеи вы много вкладывали своего труда и физического и интеллектуального для того чтобы что-то развить но на сегодняшний день вы пришли к тому рубежу что четко и ясно осознаете что вы способны все-таки на лучшее может быть кто-то думает о том чтобы помимо основного рабочего проекта развивать еще какие-то рабочие направления и совмещать может быть вы вообще в корне хотите что-то поменять либо в основной работе либо для кого-то эта карта может говорить о том что вы подумываете о том чтобы сменить свою работу огорчение из-за финансов из-за того что их все время на что-то не хватает давайте посмотрим что происходит в ваших парах для тех кто в паре на ваше чувство мы видим карту пожар пентаклей на чувство вашего партнера или партнерши мы видим у старший аркан иерафант если говорить о том кто доминирует в ваших отношениях в данном периоде все-таки ваша вторая половиночка если смотрят меня женщины эти карты говорят о том что даже где-то в этом периоде вы можете немножечко расслабиться почему потому что ваш мужчина берет все ваши интересы на себя готов вас защитить то есть рядом с этим человеком вы будете себя чувствовать защищенной как за каменной стеной ваш партнер в этом периоде чувствует на себе основную ответственность за дом за какие-то текущие расходы ваш мужчина хочет чтобы в доме была стабильность у многих это официальный брак может быть у кого-то было и венчание по этим картам я вижу прекрасное воспитание которые заложили родители вашего партнера и рядом с вами достойный человек может быть он не очень ярко проявляет эмоции своей любви он не привык этого показывать свои поступки этот человек доказывает делами если говорить о вас уважаемые девы на вас мы видим карту пожар пентакли эта карта говорит о том что все ваши основные мысли конечно же о деньгах о работе многих из вас связывают детки актуальна тема детей у кого-то хлопоты детей хлопоты может быть из-за обучения может быть кому-то из детей вы пытаетесь организовать обучающие процессы на дому и может быть вы ведете переговоры с кем-то из преподавателей конечно также карта пожар пентакли говорит о вас как о человеке очень терпеливым умеющим ждать умеющим общаться но вы очень и очень непростые люди не такие простые какими кажетесь на первый взгляд у многих из вас непреодолимое желание учиться чему-то новому даже если вы не работаете карта пожар пентакли может говорить о том что вы чем-то увлекаетесь что что-то вы для себя изучаете может быть на дому может быть посредством интернета во всем ваш партнер будет вас поддерживать в особенности если смотрят меня женщины но эта карта также может и показывать отца дядю кого-то старшего из дома и семьи кто может проявлять о вас опеку у кого-то есть возможность подработки на дому по пожар пентакли возможно даже вы сейчас что-то для себя изучаете чтобы в будущем это приносило вам либо дополнительный доход возможно какое-то хобби вы рассматриваете даже как основной заработок на будущее у кого есть эти хобби и увлечения в общем-то отношения в паре в этом периоде стабильные несмотря на сложную ситуацию в мире в вашем доме есть относительно стабильность вы все делаете для этого и я вижу что к вам какие-то небольшие денежки в ваш дом вашу семью все-таки поступают проблемы с деньгами то что касается дома семьи существуют хлопоты материального плана существуют но и вы и ваш партнер с уверенностью смотрите в будущее и в дне сегодняшнем вы готовы друг друга поддерживать для того чтобы что-то в вашей жизни в вашем доме наладить если говорить о ваших детках у кого есть мальчики я вижу что из них вырастут достойные мужчины вы закладываете в своих детей прекрасное воспитание вы учите своих детей чести достоинству и сострадания и а это на сегодняшний день немаловажно карты замечательные и также карта иерафанта говорит о том что браки свершаются на небесах и сами высшие силы будут вам помогать в этом периоде и если говорить о мужчинах девах вот папажу пентакли вы показаны как человек который умеет зарабатывать но карта иерафанта а вашей супруги может говорить о том что у нее где-то мужская хватка мужская энергетика желание доминировать в паре если смотрят меня мужчины но все равно я вижу большую привязанность вашу в отношении друг друга взаимоподдержку и взаимопомощь и конечно же ваши отношения будут сто процентов развиваться если говорить о наших одиноких девах на вас выпала карта туза мечей карта старшего аркана солнышко и короля жезлов если говорить о событиях этой недели для вас в общем то многие из вас обдумывают какие-то новые начинания пока эти новые начинания в больших сложностях больших препятствиях но вы на что-то ставите очень большие ставки в чем-то вы будете проявлять свои огромные амбиции что-то вы хотите реализовать во что бы то ни стало карта солнышко говорит о вашем необыкновенном желании достичь победы и победу эту рано или поздно вы достигнете несмотря на то что ситуация в мире довольно таки нестабильна вашей жизни на сегодняшний день все не так уж и плохо многие остаются при своей работе продолжают работать я вижу что ваш дом стабильно будут поступать финансы если смотрят меня одинокие женщины возможно вам финансами даже готов кто-то помогать из мужчин может быть это кто-то из вашей родни но по крайней мере на этого человека вы можете рассчитывать может быть это кто-то из внешнего мира но без денег вы точно не будете кто-то готов в отношении вас проявить заботу и опеку и этот кто-то мужчина если говорить о дамах любые вопросы связанные с работой с вашим собственным развитием ростом вам поможет реализовать мужское лицо с кем-то вы взаимодействуете повторюсь возможно это кто-то из вашей семьи здесь может быть даже не один человек с которым вы взаимодействуете по поводу реализации своих планов и какого-то важного для вас проекта действуйте вы очень решительно вы на позитиве и это будет вам помогать прекрасно хорошее настроение у многих из наших одиноких уже есть детки может быть кто-то планирует еще детей если говорить о вашей личной жизни то я смотрю что вы настроены довольно таки решительно вы хотите перемен вы хотите новых отношений за свое счастье вы готовы по мечу однозначно бороться вы очень яркая красивая привлекательная и при том амбициозная и сильная личность в отношении себя если смотрят меня женщины вы многих мужчин не оставляете равнодушными и кто-то уже вами интересуется для тех кто встречается карты говорят о том что ваши отношения сто процентов будут развиваться но вполне может быть такое что в вашей жизни на горизонте появится еще какой-то мужчина который будет вами интересоваться для тех кто встречается у вас очень теплые душевные отношения большая привязанность совместное обоюдное желание создать семью дети не являются помехой вы можете повстречать мужчину тоже уже который имеет семью разводного очень яркий и амбициозный человек с этим человеком вам никогда не будет скучно и этот человек всегда сможет вас защитить очень честная порядочная и ответственная личность рядом с вами для тех кто еще не повстречал вот такого замечательного человека в течение этого года вы непременно повстречаете возможно мужчину огненной стихии это может быть овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно это может быть темненький мужчина либо кориглазый мужчина поэтому не пропустите свое счастье если говорить о мужчинах я вашей личной жизни то все в ваших руках все зависит исключительно от вас вами интересуются женщины вы очень многим нравитесь вы можете еще выбирать но вы хотите одну и надолго и навсегда к выбору своей второй половиночке вы подходите очень и очень серьезно вы хотите чтобы рядом с вами действительно была достойная женщина и вы не считаете что если у нее будут дети это будет для вас какой-то преградой и помехой для наших одиноких здесь тоже выпадают какие-то трудности из-за деток из-за дома из-за семьи но все это можно поправить карты для вас выпали неплохие давайте посмотрим вашу рабочую деловую сферу и здесь для вас выпала карта старшего аркана силы карта замечательная она говорит о том что в периоде этой недели вы проявите полную мощь и уверенность для того чтобы наладить свои рабочие процессы для многих из вас эта карта говорит о том что вы удерживаете рабочие позиции многие при работе но даже работа эта карта говорит о том что вы вкладываете свою работу максимум усилий независимо от того каким родом деятельности вы занимаетесь интеллектуальный труд это или физический вы очень уважаемый человек вы уже достигли определенного статуса уровня в обществе кто-то вас побаивается кто-то на вас смотрит с восхищением но то что вас уважают и признают ваши качества как специалиста в своем деле это однозначно многие к вам по этой карте могут еще приходить за советом за какой-то помощью конечно эта карта может говорить о том что в рабочей сфере на вас кто-то может пытаться оказывать давление воздействовать на вас любыми методами либо воздействовать на ваше сознание либо это какие-то другие действия но по этой карте вы всем сможете дать отпор для тех кто в поиске работы эта карта говорит о том что ищите независимо от того что происходит в мире жизнь продолжается продолжайте чем-то интересоваться что-то узнавать получать больше информации для кого-то эта карта говорит о том что чему-то вам все-таки нужно подучиться либо вот какими-то знаниями они у вас уже есть вы можете воспользоваться куда-то свои знания вы можете применить вы точно наверное уже знаете куда в какую рабочую сферу вы хотели бы применить свои силы туда и применяйте там вас ждет успех если говорить о вашем успехе а многие его уже в рабочих процессах достигли вас привело ваше трудолюбие ваш ум и ваша внутренняя мудрость по этой карте вы умеете договариваться и общаться с любыми людьми даже с теми кто вам неприятен вы находите общий язык вы ведете себя очень лояльно и очень тактично также эта карта призывает вас к тому что за свое место под солнцем все-таки по силе нужно бороться давайте посмотрим что происходит в вашей рабочей деловой сфере и здесь для вас выпала карта короля пентаклей для тех кто работает эта карта предполагает то что вы можете взаимодействовать с мужским лицом либо у вас компаньон мужчина то что касается рабочей деловой сферы для тех кто не работает эта карта может предполагать то что деньги к вам поступают через мужское лицо если говорить о женщинах если говорить о мужчинах эта карта показывает вас собственной персоной. Вы во всей своей красе. Мужчины-девы однозначно смогут заработать при желании, при максимуме приложенных усилий, при вашем умении вырабатывать какой-то стратегический план, умение прогнозировать ситуацию наперед, прощупывать ее, просчитывать. Это то, что приводит вас к успеху в дне сегодняшнем. Деньги к вам 100% по этой карте на этой неделе будут поступать. Для тех, кто не работает, эта карта может говорить о любых дополнительных источниках дохода, но все-таки деньги поступают к вам через мужское лицо. Для тех, кто работает и ваши деньги напрямую зависят от вашей работы, все-таки здесь тоже идет взаимодействие с мужчиной. Порядочным, трудолюбивым, но с этим человеком у вас бывает противодействие. Либо из-за каких-то рабочих деловых вопросов, либо из-за денежных моментов не всегда вам легко договариваться. Но вы это делаете. Если говорить о женщинах, то, что касается материальных вопросов, здесь тоже вы, может быть, проявляете мужские черты характера, напористость и в чем-то даже мужская логика. Давайте посмотрим, что ждет вас во внешнем мире. И здесь мы видим карту рыцаря Пентакли. Снова карта мужского лица. Также это карта движений и дорог. Несмотря ни на что, на этой неделе вы будете вести активный образ жизни. К вам могут поступать какие-то либо телефонные звонки, либо предложения от мужского лица земной стихии. Это может быть телец, дева, либо козерог по гороскопу, человек вашей же стихии, но не обязательно. Это может быть кто-то из коммерческих деловых кругов, человек, с которым вы совещаетесь по поводу чего-то материального. Возможно, от этого человека исходит интересное рабочее предложение, и вам в чем-то отдается основная ведущая роль. То есть в том бизнес-проекте, который вам предлагают, для кого-то он может быть официальный, а для кого-то он может говорить о том, что от вас здесь будут зависеть еще другие люди. Деньги вы 100% заработать сможете. Предложение хорошее. Если говорить о наших женщинах-девах, вот по поводу вас, совещается между собой как будто бы два мужских лица. Но и вообще на вашу жизнь в этом периоде может влиять три, а то и четыре мужских лица. Почему? Потому что в вашем раскладе есть и рыцарь мечей, и карта Иерафанта. Это также карта мужского лица. Король Пентаклей и рыцарь Пентаклей. Также король Жезлов. Какие-то споры идут рядом с вами, какие-то напряженные разговоры. Желание интима, желание близости по картам я тоже вижу. Любые коммерческие переговоры и дела будут для вас успешными. Если меня смотрят мужчины, сами проявляйте инициативу в отношении коммерции и работы. Интересуйтесь, выходите на других людей. Какая-то информация вас действительно приятно порадует. Многие думают о каких-то дорогах, но для того, чтобы осуществить эти дороги, нужны хорошие финансовые вложения. И вашим дорогам также помогает мужское лицо для тех, кто задумал эти дороги. Чем завершится для вас эта неделя? Девяточка Пентаклей однозначно карта денег, карта материальная. Сто процентов даже в этот период вы при деньгах можете чувствовать себя довольно-таки расслабленно. Желание каких-то обновок, покупок. Если говорить о женщинах, вы все-таки думаете о своей внешности, вы не забываете о том, чтобы хорошо выглядеть. Эта карта говорит о том, что вы очень привлекательны, но при этом очень мудры и умны. Даже в завершении этой недели многие из вас продолжают работать. Даже для тех, кто не работает, эта карта для женщин говорит о том, что вам финансово может помочь мужское лицо. Либо у вас есть какие-то свои деньги, на которые вы можете рассчитывать. По этой карте вы, конечно же, пользуетесь огромным уважением у других людей. Для тех, кто в паре, вашу пару рассматривают как очень красивую, очень успешную. Вам могут многие завидовать. По крайней мере, такое впечатление вы создаете со стороны. Даже если смотрят меня одинокие, вы тоже не создаете впечатление неудачника, а наоборот, вы выглядите как очень успешный и самодостаточный человек. Эта карта говорит о том, что вы умеете планировать свою жизнь. Это однозначно. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто находится в треугольниках. И обратите внимание, на вас выпало две карты мечей и одна карта чаш. Восьмерочка мечей, девяточка мечей и десяточка чаш. Две карты очень болезненные. Они говорят о том, что ваши отношения сейчас, скорее всего, не развиваются. В периоде этой недели вас ждут какие-то большие огорчения. Вы сами себя во многом накручиваете из-за этих отношений. Вы чувствуете себя глубоко несчастным человеком. Вы не ощущаете счастья ни с одним, ни с другим партнером. Конечно же, вам хочется семьи, вам хочется каких-то перемен. Карты говорят о том, что у многих из вас есть детки. Возможно, уже не один ребенок. Вы переживаете из-за этого. Вы боитесь разрушить того, что имеете. Вы боитесь рисковать. В вашей паре уже накопилось непонимание. То, что касается того нового человека, который вошел в вашу жизнь. Но и в вашей семье также по-прежнему остаются проблемы и непонимания. Это то, о чем я вам говорю. Не там, не тут вы не чувствуете себя счастливым. Но давайте возьмем карты совета для наших женщин и карту совета для мужчин. Карта совета для женщин. Карта отшельника. Ну, в общем-то, это ваша персональная карта. И карта пятерочки мечей. Рано или поздно ваши отношения закончатся. Закончатся они разрывом. Могут даже закончатся очень болезненно с выяснением отношений. Поэтому, возможно, что-то стоит остановить либо прервать уже прямо сейчас для того, чтобы не доводить для вот этого громкого выяснения отношений. Возможно, вы думаете о том, что тот новый человек, который есть в вашей жизни, от вас что-то хочет, в чем-то вас использует. Эта карта также говорит о неверности и о том, что что-то вам ваш партнер, с которым вы встречаетесь, не договаривает. Вы будете испытывать глубокое внутреннее одиночество. Многим из вас здесь как будто бы нужна помощь психолога. Вы пытаетесь прислушаться к внутреннему голосу и понять, что же вам делать дальше. Если говорить о мужчинах, давайте возьмем карту совета для вас. Карта троечки жезлов. Эта карта говорит о том, что при желании эти отношения вы можете развивать. Очень многое в них зависит от вас. Но я вижу, что на горизонте появляются еще другие женщины, и вы не можете своего внимания остановить на какой-то одной даме. Еще одна карта для вас, карта пятерочки Пентаклей. А также говорит о том, что в данном периоде времени на вас накладываются еще какие-то финансовые проблемы, переживания из-за работы, из-за быта, из-за семьи. Вы чувствуете себя как будто бы беспомощным. С одной стороны, очень многое зависит от вас. С другой стороны, вам партнерши попадаются все время какие-то проблемные, и вам приходится решать их проблемы. В конечном итоге у вас наступает опустошение и нежелание продолжения этих встреч. Вот такие вот дополнительные карты вышли для наших мужчин. Давайте возьмем карту совета для всех дев на эту неделю. Карта совета справедливости. Старший аркан, конечно же, эта карта сразу же к себе привлекает внимание и говорит о том, что у многих из вас могут быть на сегодняшний день неразрешенные какие-то документальные вопросы. Либо эта карта призывает вас к тому, что какие-то документы нужно оформить, привести в порядок. Возможно, вам нужно пообщаться с какими-то людьми, переговорить, заручиться чьей-то поддержкой. В вашей жизни на сегодняшний день очень много противоречий по этой карте, но время идет. Не забывайте, часики тикают. Что-то вы взвешиваете в своей голове, что-то вы все время анализируете. В каком-то сложном для вас деле или вопросе вам как будто бы одному или одной не справиться, и вам нужна помощь других людей. Эта карта также говорит о том, что в вашей жизни работает причинно-следственная связь. Так как вы поступали с другими людьми раньше, также с вами будут поступать и в дне сегодняшнем. И эта карта призывает вас к тому, что вы должны уметь анализировать свои ошибки. Вы должны уметь на любую ситуацию посмотреть со стороны холодным, трезвым, оценивающим взглядом. Вы должны уметь видеть свои недостатки, стараться жить по чести, по достоинству. Не причиняйте никому зла, если вас не обижают. Но если вас обижают, эта карта говорит о том, что умейте постоять за себя. Для кого-то эта карта может предполагать какие-то судебные разбирательства, либо конфликтные моменты в вашей жизни, и в каком-то важном для вас деле или вопросе вам все-таки придется принимать какое-то решение. Карта справедливости говорит сама за себя. Будьте честными и в отношении самих себя, и в отношении других людей. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос. Да или нет. И здесь для вас вышла карта дьявола. Карта старшего аркана снова-таки. Она говорит о том, что желаемое вы можете получить, но какой ценой. Эта карта говорит о том, что вы как будто бы входите в зависимость от каких-то других людей. Или эта карта может предполагать то, что в отношении вашего вопроса есть еще какие-то люди, которые либо будут вас в чем-то использовать, либо люди, которые хотят поиметь с вас какую-то выгоду, или имеют какой-то свой корыстный интерес в отношении вас. Тот, кто задал вопрос, касающийся личных отношений, здесь все очень сложно и запутанно. Карты показывают страсть, огонь, желание встреч и при этом тяжесть находиться в этих отношениях. Вам и с партнером тяжело, и без него вы как будто бы не можете. Но это болезненная зависимость, которая вас истощает. Если вы задавали вопрос, касающийся коммерции, бизнеса, еще чего-то, эта карта может предполагать то, что на вас кто-то пытается оказывать силовое давление и в чем-то может пытаться вам помешать. Для кого-то эта карта напрямую может говорить о магических воздействиях, либо может быть вы думаете о том, чтобы какой-то вопрос решить с помощью магии. Карта очень неоднозначно одна из самых сложных в колоде. Как совет, эта карта говорит о том, что да, желаемое вы получить можете, но вам придется хитрить, манипулировать, изворачиваться, возможно заключать с кем-то рабские сделки и договора. То есть желаемое вы-то получаете, но по сути отдаете больше, чем можете получить реально. Вот такая вот интересная карта. Поэтому стоит задуматься, а нужно ли вам то, что вы просите, и сколько на это вы потратите энергетических затрат. Помехи и препятствия со стороны других людей здесь тоже присутствуют. Уважаемые девы, несмотря ни на что, неделя для вас выпала неплохая. В центре вашего расклада выпала карта силы, и она говорит о том, что в это тяжелое непростое время проявите силу, мудрость, терпение, моральную, психологическую устойчивость. Не отступайте от намеченных планов. Продолжайте действовать согласно вами задуманного, и у вас все получится. При том условии, что вы что-то будете делать, а не сидеть на месте. Это карта вашего собственного усилия и труда. Очень большое количество в вашем раскладе мужских карт. Пять мужских карт говорят о том, что в большей степени вы можете общаться либо в мужских кругах, либо, если смотрят меня женщины, большое влияние на вашу жизнь имеют именно мужчины. И вам проще всегда договариваться с мужчинами, чем с женщинами. Давайте возьмем карты скрытых факторов, то, чего не видно, но то, что вам нужно знать на ближайшее время. Хотя мы уже брали карту справедливости, но в качестве бонуса еще три карты. Если смотрят меня женщины, милые дамы, в отношении рабочих деловых вопросов, боритесь, идите к своей цели, у вас все получится. Вы очень амбициозные, вы очень сильные. При желании вы к себе можете подключить каких-то людей, которые вам могут помочь, каким бы делом вы не занимались, в каком бы бизнесе вы не находились. Для многих из вас эти карты говорят о том, что кто-то может работать сам на себя, либо о том, что вот в будущем вас ждет очень большой взлет и успех. Для вас выпала карта Люцифера. Это карта нестандартного мышления. Где-то даже ортодоксального мышления вы не похожи в чем-то на других. Но рядом с вами есть человек, которого вы считаете другом. Кого-то не посвящайте в свои планы. Вы слишком можете быть иногда откровенны. Вы чисты и прямолинейны. Но ваши враги и завистнички не дремлют. Это какой-то друг или подруга, который выдает себя, либо не за того, либо не за ту. Зависть, козни, сплетни за вашей спиной. И от этого человека еще могут быть какие-то помехи. Может быть сознательно кто-то вам попытается воспрепятствовать, зная о ваших планах наперед. Поэтому, так как это карты скрытых факторов, они говорят о том, что если вы хотите в этой жизни достичь какого-то успеха, постарайтесь меньше посвящать свои самые сокровенные планы своих друзей и подруг. Чем меньше люди знают, тем спокойнее они спят. И тем увереннее и стабильнее будет ваша жизнь. Уважаемые девы, вот таким был расклад для вас на эту неделю. Всем счастья, всем здоровья, всем позитива. Конечно же, берегите себя. Берегите себя и своих ближних. Подписывайтесь на мой канал, друзья, кто еще не успел подписаться. Нажимайте пальчиком на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайки. И помните о том, что жизнь продолжается. А сегодня, друзья, всем до свидания.